Ни мира, ни войны. Очередное соглашение о прекращении огня на Донбассе не продержалось и суток. Стороны, как водится, обвиняют друг друга. Международные посредники требуют от Киева, безусловно, выполнения минских договоренностей и проведения необходимых реформ. А Порошенко продолжает имитировать приверженность мирному регулированию, говорит о возвращении Крыма и клянчит финансовую помощь для противостояния России. Владимир Вольфович, как вы видите ситуацию? Я предупреждал об этом уже. Пусть дипломаты работают, я за это в Минск и в Киев приезжаю, в Калининград, куда угодно. Депутаты пусть выносят постановления, законы, меняют Конституцию. Но есть заказчик. Это определенные ведомства в США и в Европе. Им нужна слабая, воюющая Украина, злая и плацдарм против России. С нами никогда не будут воевать. Вот у человека на теле язва. Вот ходи и бучайся, вот у тебя язва, нужно что-то там помазать, к врачу сходи. На себе не показывайте. Я к примеру говорю. Так и здесь. Вот европейская язва. Вот ее сделали. А самая главная классическая схема. Русские русских, украинцы, украинцев долбают, стреляют и пытки, средневековые пытки. Через 4 дня это был профессор Киевской филармонии. Сейчас он уже устраивает что-то, значит, что война делает из человека зверя. Это все для того, чтобы разрушать наши отношения. Как бы они назывались. Это очень хороший вариант. И виноват тот, чью годовщину смерти мы отмечаем сегодня, 21 января, 24. Это он создал Украину. Это ему нужен был союз советских республик. Ему наплевать на национальность. Вот первый Евросоюз был. Ленин создал первый Евросоюз. Вот 14, там ли, 4, потом еще сколько-то. Нельзя создавать никакие союзы. Нельзя забывать про свою национальность, про свою веру. Жить своим умом и не лезть в чужие дела. Ну, конечно, скажем так. Кто виноват. Нет, это что виноват. Кто виноват, Ленин и Соединенные Штаты в том, что сейчас происходит. Начал Ленин, продолжает Соединенные Штаты. А там это кролики на Украине. А Соединенные Штаты вошли в Крым? А почему? Зачем куда-то входить? Вся Украина это Россия. Забудьте слово Украина. Мы вас выберем из мозгов, из ваших. Это дурацкое слово. Это Россия. Когда русские князья сидели в Киеве, было слово Украинец. Кто Чернигов создал? Кто Шумы создал? Одесса, Николаев, Тирасполь. Какие украинцы? Где вы их взяли? Да, Одесса был Хаджабей. Не надо, не надо. Степь была. Степь. Даже Махно не ваш, он по-русски говорил. Владимир Вольфович, вы бы отлично смотрели за броня Викистей с афринскими тезисами. Вы меня просить, пожалуйста. В голову, что есть Украина, украинский народ, а русский народ, когда была Украина, я был Киев, здесь были еще лягушки, квакали. Не надо, не надо, не надо, не надо эту чушь говорить. Это экология. Пять тысяч лет захоронения первых людей здесь. Пять-десять тысяч лет назад. Ну ты говоришь, что захоронение, это правильная параллельность. А вы как сидели письмо турецкому султану, так и пишите в школу. Не поддавайтесь на провокацию и жеремостку. Это не провокация. Валерой, ну вы, конечно, вы известный миротворец. Но я с фабрика в Кастополе, тоже не моя жалкость. Вот с этого и надо начинать. Это вы меня послали в 95-м году. Где вы были в Кастополе в 95-м году? Это мой дед строил. Вы ничего не умеете делать, ничего не умеете. Даже горилка у вас по-раину послала. Владимир Вольфович, у вас проблемы с географией и целеполаганием. Я знаю точно, что надо делать, если мы хотим мира. Совершенно верно. Позлать переговорщика от России, не Горозлова, а Жириновского. Переговоры будут ровно 5 минут. И закончится, не дай бог. И из Киева будут бежать в ту же ночь. Вы нахально власть захватили. Вы Януковича хотели убить. Януковича, вы народ разве, страна? Хотели своего законного президента убить хотеть. Государство убийства, государство банкрот. Чтобы у нас нет, вас закрыть. Владимир Вольфович, хорошо. Отлично. Порошенко травмит своими кокетами. Чтобы у нас... А вы их не ешьте. Дело, Ироша Жириновский. Я просто считаю, что... Если просто сказать всему миру, будете себя плохо вести, Жириновский возглавит МИД. Все скажут, ни в коем случае. Сергея Викторовича не трогайте. Наше все. Во-первых, я согласен, что мы здесь все выражаем свою личную точку зрения. За нами не стоят страны, силовики или МИД. Во-вторых, я бы хотел, чтобы все-таки Николая подправить. Он говорит, что вот хорошо, что сейчас у нас Путин. Хорошо. А если был бы Зюганов, Крым-то был бы... Подожди! Я сказал, что он эффективней. Помолчи! Я говорю, что если бы вы поддержали бы Зюганова, то Крым бы всегда был бы ваш. Вам бы еще Курскую область дали бы. Ростов бы дали бы вам еще. А вы дураки там на Украине не понимаете, что... Поэтому для вас лучше Путин, для вас лучше Зюганов. И ваша компартия была бы правящей. Это один вариант. Вы его прохлопали навсегда. У вас был шанс, 96-й год. Все. Зюганов в Кремле. И никогда Крым бы близко не был бы у России. Я думал, Геннадий Андреевич сейчас в ужасе это все слушает. В ужасе это все слушает. Третий час. Вы недовольны, что Крым не ваш. Вы недовольны, что Донбасс, Луганщина. Вот если бы я был бы в Кремле, вас бы вообще никого не было бы. Понимаете? Это правда. И Украины бы не было бы. И русская армия стояла бы на той границе, где она была в Первую мировую войну. Если эта сраная Европа испугалась мигрантов из Азии, мигрантов безоружных... Вы же дипломат. То русская армия, а слово сраный означает трусливый. Владимир Владимирович, теперь вы понимаете, почему мы за Путина. Могут смотреть дети. Дети должны знать, что был бы праздник сейчас. Киев встречал бы Новый год. И мы бы ехали отдыхать в Одессу. И в Донбассе добывали бы уголь. И строили бы ракеты в Днепропетровске. Был бы счастливый народ, проживавший там, где сегодня жить невозможно. Дышать невозможно. Все заводы стоят. Вся лежит ваша Украина. Вас было 52 миллиона. Сейчас 42. Где? 10 миллионов ваших славных украинцев. Все остальные разбредутся. Не дай бог вам согласятся, подпишут соглашение, вступит в силу. Оно не вступит. Но вдруг вступит. Паспорт получите, Украина вообще ничего не останется. Вообще ничего не останется. Заботьтесь о России. У вас выборы осенью. Извините. Заботьтесь о России. Ну и что, между нами Европой будет пустыня? Половина населения. Пустыня с белыми туалетами натовскими. Нам это не надо. Нам нужна наша территория. С нашими заводами. С нашими селами. Вы бы со своим правильным. Поэтому, когда вы тут, Николай, варианты отрабатываете, вы радуетесь вот тому, что вы недовольны, где Крым, где там все это другое. Вы еще радуетесь, что в Кремле Путин. После него другой придет. И переговоров не нужны будут. Ни Грызлова, ни Суркова, ни кто. Ни каких переговоров будет. Все будет ночью делаться. Как мы с Синоковичем, так мы со всей вашей командой. И через 72 часа русские танки будут стоять близко, близи Брюсселя. А что вы Синоковичем делали? И не нужны переговоры. И вернете 3 миллиарда долларов, вернете в 10 раз больше. 30 миллиардов долларов. А Владимир Восифович от этого отказал. Что у вас, либерального и демократического? Ничего. И ответите. А у американцев либерализм? У немцев либерализм, у них насилуют людей на улице. Это либерализм. Это либерализм. Либерализм, есть понятие. Либерализм. У вас партия. Либерализм. 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 Либерализм в том, что вы здесь стоите и вам разрешают говорить. Я правильно понимаю, что вы основоположник учения либерализм, империализм? У нас такое сегментами коммунизма. У нас в идеологии партии 40% консерватизм, 30% либерализм, 20% социализм и 10% национализм. И чуть-чуть. А капитализм. И чуть-чуть для верного руки. Я думаю, все заблудились окончательно. К теме хочется вернуться. Это Зеленовский вневажен. Для того, чтобы было 40% консерватизма, надо сначала построить, чтобы было что консервировать. Абсолютно правильно. Мне нечего консервировать. Ровен, уровень жизни должен вернуться. А Костопольский заводик? Производительность труда должна быть. Инфраструктура. А потом это законсервирование. Ни на Украине у вас ни у кого ничего не получается. У вас все получилось. Есть деньги? Нет денег. Есть коммунисты? Нет коммунистов. Есть царь? Нет. А теперь дай четки один. Мы вам дадим другое. Вы все будете взахлёб орать Урал ДПР. Всех заставлю идти на выборы. Все будете орать. Людям будете исполнять гимн ЛДПР. Все. И вы портреты будете лежать в каждом доме. Я... В кровати, над кроватью. Не будете там муж с женой. Я помню. Любовью заниматься не могу смотреть за вами. Я помню такую же речь. Только вместо Украины была Россия. В Госдуме вы говорили, что у нас всё плохо в России. Вообще всё развалено. Все больные. Смертность сумасшедшая. Народ вымирает. Вы говорили то же самое о России. Ни Герасим, ни Герой. Понимаешь? Воздух. А герои Муму? Ну да. Гриб есть? Мы должны говорить, что есть гриб. Во всём не рибли. Владимир Владимирович, не хочу вас обидеть. До выборов ещё много месяцев. Мне даже удивительно, что наши коллеги не понимают, что такое троллинг 87 уровня. На самом деле у нас есть мастер в студии, который на самом деле делает вас какими-то заложниками. И виноват тот, чью годовщину смерти мы отмечаем сегодня, 21 января, 24-го. Это он создал Украину. Это ему нужен был союз советских республик. Ему наплевать на национальность. Вот первый Евросоюз был. Ленин создал первый Евросоюз. Вот 14 там, или сколько, да, вот 4, потом ещё сколько. Вот нельзя создавать никакие союзы, нельзя забывать про свою национальность, про свою веру, жить своим умом и не лезть в чужие дела. Ну, конечно, скажем так. Кто виноват. Нет, это же виноват. Ленин и Соединённые Штаты в том, что сейчас происходит. Начал Ленин, продолжает Соединённые Штаты. А вы как кролики на Украине. А Соединённые Штаты вошли в Крым? Значит, зачем куда-то входить? Вся Украина – это Россия. Забудьте слово «Украина». Мы вас выберем из мозгов, из ваших. Это дурацкое слово «Украинцы». Это Россия. Когда русские князья сидели в Киеве, было слово «Украинец». Кто Чернигов создал? Кто Шумы создал? Одесса, Николаев, Террасполь. Какие украинцы? Где вы их взяли? Да, Одесса был Хаджебей. Не надо, не надо, степь была. Степь. Даже Махно не ваше, он по-русски говорил. Владимир Вольфович, вы бы отлично смотрели за броневики с афринскими тезисами. Это вам вбили в голову. Вы меня просите, Павел. Вбили в голову, что есть Украина, украинский народ, а русский народ... Что мне нравится? Украина была украина. Это страшно. Это был Киев, здесь были ещё лягушки, квакали. Не надо, не надо. Не надо, не надо, тут чушь говорить. Это экология. Пять тысяч лет захоронения первых людей здесь. Пять-десять тысяч. Ни мира, ни войны. Очередное соглашение о прекращении огня на Донбассе не продержалось и суток. Стороны, как водится, обвиняют друг друга. Международные посредники требуют от Киева, безусловно, выполнения минских договорённостей и проведения необходимых реформ. А Порошенко продолжает имитировать приверженность мирному регулированию, говорит о возвращении Крыма и клянчит финансовую помощь для противостояния России. Владимир Вольфович, как вы видите ситуацию? Я предупреждал об этом уже. Пусть дипломаты работают, я за это. В Минск и в Киев приезжают, и в Калининград, куда угодно. Депутаты пусть выносят постановления, законы, меняют Конституцию. Но есть заказчик. Это определённые ведомства в США и в Европе. Им нужна слабая, воюющая Украина, злая и плацдарм против России. С нами никогда не будут воевать. Вот у человека на теле язва. Вот ходи и бучайся, у тебя язва. Нужно что-то там помазать к врачу сходить. На себе не показывайте. Я к примеру говорю. Так и здесь. Вот европейская язва. Вот её сделали. А самая главная классическая схема. Русские русских, украинцы, украинцев долбают, стреляют и пытки. Средневековые пытки. Через четыре дня это был профессор Киевской филармонии. Сейчас он уже устраивает что-то. Значит, что война делает из человека зверя. Это всё для того, чтобы разрушать наши отношения. Как бы они назывались. Это очень хороший вариант. Вот Николая подправить. Он говорит, что вот хорошо, что сейчас у нас Путин. Хорошо. А если был бы Зюганов, Крым-то был бы... Подожди, помолчи. Я сказал, что он эффективней. Помолчи. Я говорю, что если бы вы поддержали бы Зюганова, то Крым бы всегда был бы ваш. Вам бы ещё Курскую область дали бы. Ростов бы дали бы вам ещё. А вы дураки там на Украине не понимаете, что... Поэтому для вас лучше Путин, для вас лучше Зюганов. И ваша компартия была бы правящей. Это один вариант. Вы его прохлопали навсегда. У вас был шанс в 96-й год. Всё. Зюганов в Кремле. И никогда Крым бы близко не был бы у России. Я думал, Геннадий Андреевич сейчас в ужасе это всё слушает. Третий час. Вы недовольны, что Крым не ваш. Вы недовольны, что Донбасс, Луганщина. Вот если бы я был бы в Кремле, вас бы вообще никого не было бы. Понимаете? Это правда. И Украины бы не было, и русская армия стояла бы на той границе, где она была в Первую мировую войну, если эта сраная Европа испугалась мигрантов из Азии, мигрантов безоружных. Вы же дипломат. Вот дипломатический язык Жириновского. Сраный означает трусливый. Владимир Рудович, Владимир Рудович, теперь вы понимаете, почему мы за Путина. Могут смотреть дети. Дети должны знать, что был бы праздник сейчас. Киев встречал бы Новый год, и мы бы ехали отдыхать в Одессу, и в Донбассе добывали бы уголь, и строили бы ракеты в Днепропетровске. Был бы счастливый народ, проживавший в этом году. Это было бы хранение, это правильно. А вы как сидели письмо турецкому султану, так и пишете до сих пор. Не поддавайтесь на провокацию из Жириновского. Это не провокация. Слава Рудович, ну вы, конечно, вы известный миротворец. Моя фабрика в Кастополе тоже не моя фабрика. Вот с этого и надо начинать. Тоже ваша фабрика. Это вы меня послали в 95-м году. Где вы были в Кастополе в 95-м году? Это мой дед строил. Вы ничего не умеете делать. Ничего не умеете. Даже горилка у вас по краю послала. Владимир Рудович, у вас проблемы. С географией и целеполаганием. Я знаю точно, что надо делать, если мы хотим мира. Совершенно верно. Позлать переговорчиков от России. Игоря Злова, а Жириновского. Переговоры будут ровно 5 минут. И закончится, не дай бог. И из Киева будут бежать в ту же ночь. Вы нахально власть захватили. Вы Януковича хотели убить. Янукович, вы народ разве? Страна? Хотели своего законного президента убить хотели. И давайте... Государство убить. Государство банкрот. Чтобы у нас... Нет, вас закрыть. Ларонич, хорошо. Отлично. Ларонич, чтобы у нас... Ларонич, чтобы у нас... Ларонич, чтобы у нас... Чтобы у нас... А вы их не ешьте. Их делал. И Роси Жириновский. Я просто считаю, что... Просто сказать, да, всему миру. Будете себя плохо вести, Жириновский возглавит МИД. Все скажут, ни в коем случае. Сергея Викторовича не трогайте. Наши все. Вот, во-первых, я согласен, что мы здесь все выражаем свою личную точку зрения. За нами не стоят страны, силовики там или МИД. Во-вторых, я бы хотел, чтобы все-таки... Там, где сегодня жить невозможно. Дышать невозможно. Все за водой стоят. Вся лежит ваша Украина. У вас было 52 миллиона. Сейчас 42. Где 10 миллионов ваших славных украинцев? Все остальные разбредутся. Не дай бог вам согласятся, подпишут соглашение, вступят в силу. Оно не вступит, но вдруг вступит. Паспорт получите, Украина вообще ничего не останется. Вообще ничего не останется. Заботьтесь о России. У вас выборы осенью. Извините. Заботьтесь о России. Что, между нами Европой будет пустыня? Половина населения... Пустыня с белой туалетами натовскими. Нам это не надо. Нам нужна наша территория. С нашими заводами. С нашими селами. Вы же со своими правилами. Поэтому, когда вы тут, Николай, варианты отрабатываете, вы радуетесь вот тому, что вы недовольны, где Крым, где там все это другое. Вы еще радуетесь, что в Кремле Путин. После него другой придет. И переговоров не нужны будут. Ни Грызлова, ни Суркова, никто. Ни каких переговоров будет. Все будет ночью делаться. Как мы с Синоковичем, так мы со всей вашей командой. И через 72 часа русские танки будут стоять близко, близи Брюсселя. А что вы Синоковичем делали? И не нужны переговоры. А что у вас либерального? И вернете 3 миллиарда долларов, вернете в 10 раз больше. 30 миллиардов долларов. Что у вас либерального и демократического? И ответите. А у американцев либерализм? У немцев либерализм, у них насилуют людей на улице. И они это замах. Это либерализм. Это либерализм. Либерализм есть понятие. Либерализм. Есть понятие демократии. У вас партия. Либерализм.